Тенденция, которая есть сейчас, тренды в индустрии свиноводства, в ближайшее будущее хотя бы, и какую роль компания Дупон может играть в этих тенденциях. Изменение корзинку сырья. Мы больше и больше двигаемся к побочным продуктам, такие как борды, отруби и так далее, которые имеют большие клетчатки. И еще и хуже перевариваются, только они дешевле. То есть это второй тенденция. Третий, соответственно, много уже об этом говорили, производство без антибиотиков. А четвертое, тоже больше и больше увеличивается количество производства экопродуктов, то есть мясо, которое продается в Кужвеле и подобном магазине. Как вы заметили, это все четыре тенденции, они все имеют положительную связь с окружающей средой, с природой. Все как бы устойчиво к производству. И еще один пример, такой тенденции уже начался давно. Мы стараемся снижать количество выброса фосфора путем фермента, путем фитаза. Мы убираем из наших рационов монокальций фосфат, например, чтобы меньше был выброс фосфора и, соответственно, тоже, чтобы корободешевле был. Но у нас в этом плане еще долгий путь впереди. Количество фосфата, монокальций фосфат, который в данный момент ежегодно требуется в сфере животноводства, это, грубо говоря, полтора тысяч вагонов, 60 тонн вагонов. Это, конечно, еще у нас много надо делать, чтобы убрать все это монокальций фосфат. Но мы дальше, чем мы думаем на самом деле, потому что мы уже умеем, мы уже можем выращивать свиней до убоя без одного грамма монокальций фосфата на самом деле. Вот этот опыт, например, явно показывает, что при использовании 1000 фитаза полностью восстанавливаются показатели по конверсии и по конечному весу при использовании корма без монокал. То есть придется побольше фитаза использовать. Больше фитаза, значит, больше мы убираем фитат, или фитиновая кислота, то есть чем меньше можно МСП использовать, но тоже это хорошо для самому продуктивности, рост увеличивается. Потому что фитиновая кислота или фитат – это не только источник фосфора, она еще является антипитателемой. То есть фитиновая кислота здесь справа, она, к сожалению, имеет способность связываться с белками. Белок, аминокислоты связываются с фитатом. Это в основном происходит при низкой pH, то есть это здесь в желудке. И, значит, эти аминокислоты недоступны. То есть в результате идет снижение переваримости аминокислот. И куда эти аминокислоты деваться, куда они денутся, они, конечно, заканчиваются в кишечнике. И, как профессор Матей уже сказал, это подвергает риску проблем с дисбалансом микрофлоры из этого непереваримого белка. То же самое с минералами. Кальций, например, тоже сильно связывается с фитатом. Вот этот, о чем профессор Матеуш говорил, опасность кальция – это оттуда ноги растут. Кальций связывается с фитатом. Этот кальций недоступен и фосфор недоступен. То есть минеральное переваримость тоже снижается. То есть это все, вот этот фитат доводится до того, что мы нарушаем усвоение питательных веществ. И мы потеряем вообще энергию. То есть мы снижаем показатели, рост. Мы снижаем минеральную, минерализацию костей. То есть неоптимальная минерализация костей идет. И, соответственно, тоже мы увеличим выброс фосфатов, фосфора. Вот тоже у молодых поросят то же самое. Здесь, оказывается, можно выращивать их без монокальций фосфата. Здесь отрицательный контроль неграммом монокальций фосфат. И при увеличении количества фитазы мы восстанавливаем полностью среднесуточный привязь. И конверсия корма тоже восстанавливается до положительного контроля. Наверху здесь написано «Акстрофай Голд». Это новое фитазы, новое поколение дюбоновские фитазы, которые в России выпускаются на следующем году. То есть он будет потихоньку заменить существующие наши акстрофай. Хорошо? О чем мы тоже слышали, это процесс отъема. Это транзитный процесс, транзитный период, очень тяжело. Не буду это все повторить. Много стресса вызывается для поросят. Проблема здесь особенно, в основном, не самому корма и его переваримость. СК-3 обычно хорошо переваривается. Сырье, которое используется, очень хорошо переваривается тоже. Они качественные. Здесь задача, что они вообще потребовали, чтобы они жрали, в общем-то, чтобы попал корм в рот. Потому что один из проверенных инструментов, которые у нас есть, чтобы они увеличивали свою потребность корма, чтобы они покушали больше, это фитогенетика. То есть это эфирное масло. То есть самый вкус и запах и вкусовые рецепторы уже помогает поросенок больше жрать после отъема сухого корма. И самому процессу больше корм в пасть, это уже помогает улучшать активность пищеварения, система пищеварения. То есть больше корм входит в систему, и это вызывает уже сам собой больше моторика, больше движения кишечника, больше выделения пищеварительных ферментов и так далее. То есть общая система увеличивается. Плюс эфирное масло еще и сигнализирует мозгу поросенок, и в свою очередь мозг сигнализирует кишечнику, еще увеличивает свою активность, то больше выделяется пищеварительных ферментов. Плюс тоже есть сигнализация из мозга к микрофлору. Это сигнализация, этот путь, это такой гормональный путем, то есть самому микрофлору, который живет в кишечнике, тоже на это реагирует и увеличивает свою активность. Больше, то есть рожон нажается и так далее. То есть это все комплект эффектов, можно сказать, которые в транзитный период очень полезны. В результате действительно мы видим, например, здесь 20% увеличение потребления корма, то, что мы хотим. Соответственно, тоже среднесудочный привязь увеличивается на 20% при использовании 100 грамм эфирного масла. И мы тоже видим снижение частота диарея. Частота диарея – это включает количество поросяток, которые имеют диарея, и включается продолжительность в каждом случае диарея. На почти 60% сократился из-за использования эфирного масла. Но вы уже много слышали про микрофлору и бацидус в кишечнике, особенно из компании «Добавочная». Ну, на самом деле, есть смысл, это правильно, потому что он действительно важен. Особенно у швиней, не только у молодых, тоже у старших. Если смотрим на желудок, то есть ЖКТ полностью, от швиней, от голых и финишных швиней, размер самому органу, особенно то, что подвдочная кишечника, 12 до 20 метров. Это огромное количество ткань, да? И это, на самом деле, самая главная часть – там, где впитываются питательные вещества. То есть это все количество ткань должен быть обслужен, да? Это там ремонт клетчаток идет огромный. Это стоит много энергии. Вот. И если мы смотрим на распространение энергии, распределение энергии у швиней, большинство идет на росту, да, на мясо, на 40%, да? Ну, 1,4% уходит в атмосферу, как температура, да? И 30% идет на помощь, на гомеостаза, да, поддержка, метаболизм, ремонт клеток, все процессы в клеточке, клеточные процессы и так далее. Да, просто, чтобы они жили. Половина из этого, 30%, идет только на кишечника. Это много энергии, на самом деле. То есть, если у нас есть хорошее здоровье и состояние кишечника, и мы можем отобрать хотя бы немножко энергии из этого, да, то есть стандартное количество, да, 16%, и мы двигаемся в сторону росту, это большая прибыль будет, да, это большое преимущество будет. И как тоже профессор Матеевич уже сказал, один из вещей, который плохо влияет на состояние кишечника, в том числе баланс микрофлора, это непереваримая фракция белка. Вот. Все зависит от каких сырье, конечно, используется, но даже на чистой кукурузной или чистой пшеничной рационной много и достаточно много белка не переваривается, потому что она находится, связанная с клетчаткой, то есть внутри клеточной стенки, этот зеленый, который мы здесь видим, справа и слева, да, это клетки, этот зеленый – это белок, который клеится там связанно, и она недоступна. То есть, мало того, мы теряем этот белок, да, то есть количество в процентах от общего белка при разных сырьями, да, с сырьями, да, особо не побочные продукты, как борда, да, отходы, отрубы – это достаточно много процента белка, который отрицается, да, это деньги. А второе, они где заканчиваются, опять же, в кисечнике, где отрицательных, да, патогенных бактерий ферментируют этого белка, и это вызывает свои риски, свои проблемы. То есть решение, чтобы освободить этого белка и его использовать, у нас следующее. В-первых, мы используем фермент протеаза, логично. Белок, да, ну, если есть белок, надо протеаза, чтобы его отцепить. Правильно, ну, белок спрятан, она связана с клетчатками. То есть мы добавляем в это решение, да, это другой технологии, три пробиотика, которые мы селекционировали, мы селекционировали их на их способность выделять ферменты, как селлюлазы, как силоназы, глюконазы и так далее. Эти три пробиотика, соответственно, сочетаются с антибиотиками, это понятно. Но самое главное, что эти ферменты, которые выделяют эти бактериусы, они раскроют эту структуру, клетчаточную матрицу, и освободят этих спрятанных белка, которые после этого протеазы начинают переваривать, отцеплять. Это решение и оба для здоровья кишечника, и для питательности корма. Соответственно, тоже меньше получается выброс аммиака, логично, да. И обратите внимание на то, что если вы будете использовать чистый протеазы на вашу корма, это не так много делают на выброс аммиака, потому что не забудьте, что этот белок недоступный, своё, собственно, протеазы у свиней достаточно уже работает. То есть дополнительный протеазы еле-еле работает. Пробиотика получше, но тоже не такой фонтан на самом деле. А если мы их вместе используем, они друг друга усиливают, мы видим 20% снижения, 19,5% снижения выброс аммиака. Из-за того, что гораздо меньше аммиака, протеин, я имею в виду, ферментируется, потому что свиней их впитывало. На этот опыт здесь они оба сделаны в Южной Корее, на рациона похожи на русские рациона, здесь 12% снижения, то есть посреди 15% больше, получается, впитываются амминикислоты и белка. И это, конечно, покажется, переводится к результатам. Этот продукт обычно, эта комбинация протеаза, пробиотика, используется на тяжелых швеней, на гровых феншеры, до убой, и мы видим, средо-суточный привязь увеличивается на 3%, грубо говоря, это обзор, много экспериментов. И легкие калкулации покажут, если 3% улучения ежедневной привязи на 1000 швеней, это получается 2,5 тонн дополнительное живое мясо. Тоже есть положительный эффект на эффективность, то есть на коэффициент конверсии корма на 4%, и по кормам на 1000 голов, это получается, грубо говоря, 10 тонн меньше корма потребляется на такой же, конечно, вес на убое. Последняя тема, о которой я еще успею говорить, это по поводу качества мяса, самому качеству мяса после убоя. Это тоже достаточно актуальная тема везде, и факторы, которые влияют на качество мяса, ну, кроме, конечно, стресс, стресс перед убоем, это первая причина плохого качества мяса. Но есть еще другие причины, которые давно уже описаны в литературе, например, скорость рост перед убой, возраст на убое, обычно, чем старше швеней, чем тверже мясо, но чем сочнее, чем вкуснее, больше вкус получается, больше распределение жира. Уровень гороха, то есть повыше уровень гороха положительное, влияет на сочность и на нежность, зато плохо влияет на аромат, больше вонь, скотол, то есть это разложение аминокислоты, особенно триптофан при перекормлении белка. Видимо, мука тоже свой привкус дает после нескольких месяцев хранения. Такие вещи мы уже давно знаем. Решения тоже достаточно давно знаем. Например, магния. Когда мы аспартат магния добавляем 5 дней до убоя, там, 3-4 грамм на швеню в день, это защищает мясо от этого потерь влаги. У нас тогда меньше эффект от стресса, меньше такое бледное, мягкое мясо получается, и этот магний увеличивает влагоудержающую способность. Зато когда замораживаем, и потом раз мороженое идет мясо, хуже станется, потому что магния кристаллизируется, и она сломает мембрану клеточную, и тогда много воды выходит. Но это другой шаг. При тубойном корме надо контролировать уровень кормления, не перекармливать, не полностью наполнить кишечника. Продукты типа непереваримого олигосахариды, как фрукты олигосахариды или манно-олигосахариды, помогают для уменьшения этого запаха, скотола. И тоже количество и качество жиров, насыщенные, ненасыщенные, тоже сильно влияет на качество бекон, твердое, чтобы нормально качество твердого бекона было на спине. И чтобы не было отложения бекона. Все такие фишки есть. И еще последнее, которое очень давно уже проверено, это используют бетаин. То есть бетафин, это коммерческое название, дюконушки бетаин. Но мы знаем, что бетафин хороший заменитель витамин B4, холин. Она имеет роль как осмопротектора, и она тоже улучшает влагоудерживающую способность у мяса и улучшает процент выход постного мяса. Я хочу вам два опыта показать. Карта, я приятно слушать, надо заканчивать. Да, хорошо. Окей, я быстро тогда иду. При высоких и низких энергичных кормах мы добавляем в этих контрольных группах бетаин. И мы видим, когда мы смотрим, я только на первую сейчас смотрю, на первую табличку. Все корма, все животные вместе берем контроль без и с бетафином. Мы видим здесь увлечение постного мяса, выход постного мяса выше, как мы ожидаем. Не влияет на рост, не влияет на показатели, только влияет на состав, разложение жира и толщина шпика. Последний опыт – это потеря влаги, если мы используем полтора килограмма. Это японский опыт здесь. Мы видим, что потеря влаги до тушки в первые 7 дней почти в два раза меньше при использовании бетаин. И тоже потеря при готовке в сковородке просто на 60 градусов. Тоже огромная разница между бетаин и контрольной группой по потерю влаги. Спасибо. Извиняюсь, что я немножко дальше пошел по времени.